здравствуйте сегодня речь пойдет о методе контурных токов рассмотрим некоторые понятия и определения входящие в данную тему ну и наконец произведем расчет данной схемы то есть найдем токи в данной электрической цепи методом контурных токов метод контурных токов является одним из методов анализа одним из методов расчета сложной электрической цепи основа его служит второй закон киргофа этот метод позволяет уменьшить число уравнений составляемых по законам киргофа до числа независимых контуров то бишь сколько в цепи глубин независимых контуров столько и будет уравнений по методу контурных токов значит метод основан на том свойстве что ток в каждой ветре может быть представлен в виде алгебраерической суммы независимых контурных токов протекающих в в данной ветве. Что значит это последнее выражение? Давайте сразу разберем подробнее на схеме. Допустим, как найти ток И3? Он протекает в средней ветве к потенциалу А. Также мы условно говорим, что через эту ветвь, где протекает ток И3, также протекает два контурных тока. Это И1-1 и И2-2. Смотрим их направление. Контурный ток И1-1 через среднюю ветвь, где находится третий резистор, контурный ток И1-1 течет вниз, т.е. к узлу С. Или, как некоторые говорят, контурный ток И1-1 направлен по часовой стрелке, а ток в ветве И3 направлен против часовой стрелки. А теперь смотрим, как направлен контурный ток И2-2. Направлен он по часовой стрелке. И через среднюю ветвь, где находится резистор Р3, контурный ток И2-2 течет вверх. Таким образом, ток в ветве И3 будет равняться И2-2 минус И1-1. В общем, таким образом мы найдем все токи в ветвях. Ну или, например, ток И4. Он у нас направлен влево, к узлу С. Эта ветвь, по которой протекает ток И4, она находится между двумя контурами. Между вторым контуром и третьим. В этих контурах протекают, соответственно, свои контурные токи. Во втором контуре протекает контурный ток И2-2, в третьем контуре протекает ток И3-3. Ветвь с резистором Р4, по которой протекает ток И4, граничит со вторым и с третьим контурами. То есть, условно можно сказать, что через ветвь с резистором Р4 протекает два контурных тока. Это И2-2 и И3-3. Посмотрим, куда они направлены. Контурный ток И2-2 направлен по часовой стрелке. И через ветвь с резистором Р4 контурный ток И2-2 направлен влево, к узлу С. А контурный ток И3-3 также выбран по часовой стрелке. И через ветвь с резистором Р4 направлен вправо, к узлу Д. Таким образом, ток И4 будет равняться как И2-2 минус И3-3. Вот и все. А если говорить о токе, например, И2, то как он будет находиться? Давайте посмотрим. Ветвь, через которую протекает ток И2, находится во втором контуре. И больше ни в какие контура не входит. Соответственно, ток И2 будет равняться контурному току И2-2. Но с плюсами или с минусом давайте разберемся. Легче запомнить так. Если контурный ток направлен навстречу току ветви, то возьмем мы его со знаком минус. А если контурный ток направлен по направлению с током ветви, то берется со знаком плюс. В нашем случае получается так. Контурный ток И2-2 направлен по часовой стрелке. И через ветвь с резистором Р4 он течет вниз к узлу Д. А ток И2, наоборот, направлен вверх от узла Д к узлу А. Следовательно, ток И2 равняется минус И2-2. В принципе, все достаточно понятно и несложно. Итак, движемся дальше. Перед тем, как начнем искать токи в ветвях данной схемы методом контурных токов, буквально в нескольких словах дадим определение нескольким основным понятиям, касающимся данной темы. Итак, что такое контурный ток? Это величина, скажем так, одинаковая во всех ветвях данного контура. В расчете обычно контурные токи обозначаются двойными индексами и 1-1, и 2-2 и так далее. Есть такое понятие, как действительный ток. Действительный ток в определенной ветве определяется алгебраической суммой контурных токов, в которую эта ветвь входит. Это, собственно, и есть тот ток, который мы должны найти. Следующее понятие – это контурное ЭДС. Это сумма ЭДС, входящих в контур. Далее – собственное сопротивление контура. Собственным сопротивлением контура называется сумма сопротивлений всех ветвей, которые в него входят. Ну и еще – общее сопротивление контура. Общим сопротивлением контура называется сопротивление ветви, смежное между двумя контурами. То есть сопротивление, которое находится между двумя контурами. На этом теория заканчивается. Переходим к решению задачи. Итак, номиналы сопротивлений нам даны. Также ЭДС требуется найти токи в ветвях методом контурных токов. Общее количество уравнений будет столько же, сколько независимых контуров в схеме. В данном случае у нас три независимых контура. Значит, будет три уравнения. И для начала найдем контурные токи И1-1, И2-2, И3-3. Итак, составляем уравнение для первого контура И1-1. В него входят все три сопротивления. Это Р1 плюс Р3 плюс Р5. Дальше. Минус И2-2 умножить на Р3. Почему минус? Потому что через эту ветвь контурный ток И1-1 течет вниз, а контурный ток И2-2 течет вверх. Если бы оба тока контурных были направлены в одну сторону, тогда брали бы мы здесь знак плюс. Так как они направлены друг напротив друга, берется знак минус. А Р3 – это резистор, который находится между двумя этими контурами. Это, собственно, и есть общее сопротивление контуров. То есть смежное между двумя контурами. Так, дальше. Минус И3-3 умножить на Р5. Здесь опять же И1-1 течет вниз через вот эту ветвь, а И3-3 вверх. А Р5 – резистор между этими контурами. Равняется алгебраической сумме ЭДС или, как я только что сказал, контурная ЭДС. Равняется минус И3. И3-3. Аналогично составляем уравнение для второго контура. Значит, И2-2, Р2 плюс Р4 плюс Р3 минус И1-1.